Профессионалов не хватает и в будущем Профессионалов не хватает и в будущем по оценкам PCG Технологический прогресс опережает трудовые навыки с большим запасом 2. Газета «Коммерсант» номер 68 от 17 апреля 2019 года Строение 2 Около 36% рабочих и служащих в мире занимают позиции, не соответствующие их квалификации 27% работодателей считают, что уже сейчас большинство соискателей вакансий Не имеют нужных им профессиональных или коммуникационных навыков Это первые оценки кадровой ямы в готовящемся PCG Росатомам и WorldSkills Russia Глобальном обзоре, который посвящен дисбалансам на рынке труда Вызванным высокой скоростью изменений в технологиях Летом 2019 года инициативы в этой сфере могут быть обсуждены в Казани в рамках мирового чемпионата WorldSkills уже на уровне правительств Первые данные совместного исследования The Boston Consulting Group, BCG Союза молодые профессионалы WorldSkills Russia и его стратегического партнера ГК Росатом были представлены в Сочи на форуме AtomExpo По словам директора по персоналу Росатома Татьяны Терентьевой Газкорпорация Один из крупнейших в РФ работодателей для квалифицированного персонала Сотрудничает с Союзом с 2012 года Практически с начала присоединения РФ к международному движению WorldSkills International По словам официального делегата от России в WorldSkills Екатерины Лошкаревой Исследования и, возможно, часть выработанных в рамках проекта общих инициатив Предполагается представить в рамках мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Competition В Казани в августе 2019 года До этого отдельные аспекты темы будут обсуждаться на ПМЭФ в июне 2019 года На площадках Росатома и WS Russia Какие профессии будут востребованы через несколько лет в Сочи Отдельные предварительные оценки исследования представил партнер BCG Константин Полунин Оценки кадровой ямы Несоответствие предложения квалифицированного труда для промышленности Сегодняшнему и будущему спросу Выше, чем в сходных работах АЭСР 2016 года АЭСР на базе данных ЕС Оценивала потери мировой экономики От этого вида дисбалансов в 2 доллара и 10 центов ТРЛН в год Теперь они оцениваются в 4 доллара ТРЛН Сейчас около 1 миллиарда работоспособного населения Или 36% занятых Занимают вакансии Несоответствующие их квалификации 45% работодателей говорят о проблемах с подбором кадров 27% О почти полном несоответствии соискателей Профессиональным или коммуникационным требованиям Происходящее Скорее начало тренда Чем его середина По мнению BCG Речь идет о результате применения образования Эпохи 2.0 В контексте индустрии 3.0-4.0 То есть о нарастающем устаревании навыков на рынке труда Некомпенсируемым архаичными системами профобразования Их стандартами Фрагментированностью рынков труда Отмечаются также специфические вызовы Которые будут нарастать к 2035 году В том числе и неэффективность мировой биржи труда Например Рост доли длительно безработных в АЭС До 31% Готовность лишь 28% участников рынка труда Тратить ресурсы на самостоятельное допобразование Старение населения Сокращение числа женщин в трудовых ресурсах Рост мобильности рабочей силы Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 миллионов занятых Особой проблемой выглядит ускорение процесса устаревания технических навыков Сейчас они девальвируются в промышленных секторах за 2-5 лет Что требует быстрого роста затрат на повышение квалификации сотрудников и инвестиций в технологии переподготовки По оценкам PCG К 2030 году мировые потери ВВП от кадровой ямы вырастут до 6 долларов В ТРЛН в год дефицит талантов определит до 3 этих потерь Отставание обновления профнавыков от технологического прогресса 50% Отметим, проблемы кадровой ямы отмечаются в мире с начала 1990-х Но почти всегда они рассматривались лишь с национальной точки зрения В России долгое время эта проблема считалась связана исключительно с переходными периодами в системе профобразования и с демографией В связи с этим все предложения по ее решению формулировались в демографическом и миграционном ключе Выход обсуждения на наднациональный уровень, возможно, позволит начать обсуждение По крайней мере в промышленных странах, проблемы в кооперации с крупными работодателями Вероятно, межнациональная конкуренция в этой сфере, гонка вооружения в образовании без смены образовательных моделей И рост международной мобильности профессиональных кадров как ответ на кадровую яму, ставшую мировой проблемой, себя уже исчерпали Дмитрий Бутрин